Продолжаем разбираться с библиотеками в QDCS. Ну и давайте в рамках этого материала мы посмотрим, каким образом дополнительные библиотеки вы можете подключать к вашему проекту, с тем, чтобы можно было пользоваться их содержимым, какими-то готовыми блоками и другими вещами. Значит, смотрите, подключение и отключение от проекта тех или иных библиотек производится на вкладке «Ресурсы». Есть такой пункт, который называется «Менеджер библиотек». Два раза щелкаем на него и смотрим, что здесь есть. Значит, смотрите, в левом верхнем окне вы видите список тех библиотек, которые уже подключены к проекту. Если обратите внимание, когда создаете новый проект, библиотека «Стандарт» и подключается автоматически. Именно поэтому мы с вами ей до этого спокойно, свободно пользовались. Ну и тут еще дополнительно подключается парочка вспомогательных библиотек. Значит, выделив библиотеку сверху, мы видим ее содержимое в левом нижнем окне. Вот здесь есть наши триггеры, RSSR-счетчики, функции для работы со строками, таймеры и так далее. Соответственно, если вы выбираете какой-то элемент здесь, то справа видите, во-первых, внешний вид блока. Очень важный момент. Вы здесь видите все типы переменных, которые необходимо подключить на входы и на выходы. Ну и если автор не поленился, есть какое-то описание, может быть, английское, может быть, русскоязычное. Тут, что называется, как повезет с автором библиотеки. Хорошо. Значит, для того, чтобы отключить какую-то библиотеку от вашего проекта, то есть она с компьютера никуда не девается, просто в данном проекте вы ее элементы использовать не планируете, да? Вы выделяете эту библиотеку в левом верхнем окне, например, вот эту библиотечку. Нажимаете кнопку «Делит» на клавиатуре и подтверждаете свой выбор. Для того, чтобы добавить библиотеку, здесь же в левом верхнем окне вы нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете «Добавить библиотеку», у вас открывается окно. По умолчанию CUDESYS предлагает вам папочку, которую он сам создает при установке на ваш компьютер. Ну, то есть вот по умолчанию диск C, программ файл, так далее, так далее, так далее, CUDESYS, папка «Labyrinth». То есть после установки CUDESYS на ваш компьютер, какое-то количество стандартных библиотек здесь у вас уже будет. Все прочие библиотеки, которые вы будете использовать, как-то загружать, находить, может быть делать сами, да? Все эти библиотеки, они на самом деле могут быть на вашем компьютере, располагаться где угодно. Хотите в этой папке, хотите в другом месте, не принципиально, но главное, чтобы вы сами помнили, где их искать. Мне, например, удобнее все сваливать в одну кучу, в эту самую папку, в папку «Labyrinth». Так, значит, сразу такой вопрос, где искать библиотеки. Библиотеки, во-первых, у вас идут на диске в комплекте поставки контроллера, во-вторых, их всегда можно скачать с сайта компания. Значит, нам с вами здесь, в этом списке библиотек, у меня здесь, мягко говоря, немало, необходима библиотека с именем UTIL. Это еще одна из наиболее стандартных, наиболее часто используемых библиотек. Давайте ее вот так вот выделим, нажмем кнопку «Открыть», посмотрим, что там в этой библиотеке UTIL есть. Выделяем ее в левом верхнем окне, ну и смотрим. Во-первых, в папке «Аналог монитор» здесь есть два блока, так называемые двухпозиционные регуляторы. Блок «Гестерезис», блок «Лимиталар». «Гестерезис» работает по следующему принципу. У вас есть входное значение, обратите внимание, оно типа «Инт». Есть верхняя и нижняя уставка. Соответственно, когда у нас с вами входное значение ниже нижней уставки, выход включается. Когда оно выше верхней уставки, выход выключается. Блок «Лимиталарм» работает по схожему принципу. Здесь также есть входной сигнал, есть верхняя и нижняя уставка, но здесь уже идет индикация нахождения параметра в любой из этих областей. То есть, либо выше верхней уставки, либо ниже нижней, либо в границах диапазона. Движемся дальше. Здесь же есть папка, которая называется «Контроллер». Это «ПД-регулятор», это «ПИД-регулятор». И еще одна очень важная классная папка, папка «Сигнал». Здесь находятся два генератора. Генератор прямоугольных импульсов, ну, по сути, это генератор «ШИМ», да, с заданным временем импульса, с заданным временем паузы. Это блок «Блинк», то есть заданное время паузы вы задаете здесь, ну, допустим, одну секунду. Время импульса, допустим, полсекунды. И когда на вход «Enable» приходит значение «True», на выходе у вас генерируются вот такие вот импульсы, да. То есть секунда «Нет», полсекунды «Импульс». И так, в общем, до тех пор, пока на первом входе есть сигнал. И второй блок — это генератор. Генератор различных импульсов, тут в зависимости от режима. Может быть и треугольный, может быть и пила, может быть и прямоугольный, синусы и косинусы, да. Здесь вы можете использовать как готовый блок «Блок ген». Так, соответственно, что здесь задается? Во-первых, вы задаете режим, ну, в соответствии с этим описанием, да. Затем задаете период импульса, количество циклов, амплитуду, ну, и возможность сброса. Значит, теперь, добавили вы библиотеку, ну, допустим, «Ютилги». Как дальше ей пользоваться? Это на самом деле очень просто. Вы заходите в вашу программу, точно так же, как обычно, добавляете элемент на рабочую область, и либо сами вручную пишите название этого блока, который вас интересует, например, «Блинкдэ». Видите, что, опять же, алгоритм библиотечный, сверху красные знаки вопроса, значит, нужно придумать ими экземпляра, ну, например, «Бл1», его, соответственно, объявить. Либо другой вариант, опять же, вы задаете элемент, выделяете заголовок через кнопку «Ф2». В стандартных функциональных блоках находите библиотеку «Ютил», вот она, да, раскрываете ее, и, допустим, в папке «Аналог Мониторс» находите блок, ну, например, «Гестерезис». Добавляете. То есть, как только вы подключили библиотеку к проекту, в принципе, дальнейшая работа с ее элементами, вот все то же самое, что мы с вами рассматривали для таймера, счетчиков и так далее. Задали имя, задали имя экземпляра, объявили его, да, посмотрели, какие сигналы, какие типы вам нужны на входах, на выходах, подключили, работали. Никаких проблем. Субтитры сделал DimaTorzok